Убежать! Не надо! Ну, во-первых, интервью мы берем впервые в такой обстановке. И с такими гостями, скажем так. Наталья со мной рядом стоит. Принцесса цирка. Потому что обладательница золотой короны международного фестиваля. 2009 года. Об этом мне обязательно было говорить. Рядом со мной леопарды, тигры, пантера. Я немного нервничаю. Вы чувствуете? Я чувствую волнение. Дрожь, девушка. А знаете почему? Я признаюсь, потому что ваши сотрудники, когда я сюда шла, они мне желали удачи. Одна из ваших сотрудниц отказалась со мной сюда вместе заходить. Светлана Ивановна, наверное. Да, Светлана Ивановна говорит, нет, нет, нет. Пожалуй, иди ты одна. Ну, когда я здесь и мой партнер по работе, Андрей, то вам очень безопасно здесь. Я смотрю, вы успокаиваетесь, уже перестаете трястись. Они на вас даже, в принципе, и не смотрят. Им интересно больше, что сейчас происходит за кулисами. Там они знают... И ада, ада. Там они знают, что их скоро будет ждать мясо, поэтому они торопятся закончить это интервью и, собственно, продолжат дальше. Да, то есть вы хотите сказать, что они сейчас голодные, они сейчас в том уже. Ну, они желают перекусить, но не вами точно. А вот сколько надо им, чтобы плотненько поесть? Плотненько поесть? А, да. Допустим, вот этой красавицы 7 килограмм, либо 8, ну, до 10 приходит. Самец, тигр, он всегда здесь и 12 килограмм. Леопарды 3 килограмма, это максимум. Вы понимаете, они уже, допустим, лежат, все думают, что она беременная, но на самом деле она просто переела. А вы вот не доедаете, я смотрю. Ну, да, я посчитала, я им на 2 раза, в общем. 2 раза? Всем, да. Ну, 45 килограмм. А кому-то вот. Если... А вы с ним ворове, я смотрю. Какое мясо они едят? Любое. Сколько... Где вы это все храните? Это привозное, фуры или здесь где-то... А вот тут же вам расскажет Андрей. Андрей, помогите, я не очень хочу к вам подходить. А, да. А, да. Я поменяюсь ролями, а вы обнимитесь теперь. А, да, я сейчас уйду. Андрей, я так немного протяну к вам руки. Да, пожалуйста, протягивайте руки. Не протягивайте ноги. Я, допустим, хабаровский поставщик мяса. И тут у меня, допустим, поступает какой-то бешеный заказ. И я понимаю, вот это какое-то специальное мясо? Это говядина, курица. И все мясо, которое есть, ну, кроме свинины, свинина в очень ограниченных количествах. Основное, то, что едят, это говядина, конина по возможности. То есть, самый главный критерий основной, чтобы оно было свежее. То есть, мы заключаем договора либо с фермерами, либо с какими-то поставщиками. То есть, вот сегодня мясо идет за бой, за утром нам его уже привозят. Прям еще вот теплое, с кровью, со всеми внутренностями. Потому что, ну, это хищники, это их природа. Они, ну, они должны, обязаны это есть. Никакой заморозки. Нет, нет. Только пепе. Только свежее. Овощи. Овощи, только если мне привезут. Хищники не переваривают, правильно? Нет, но я знаю, что мы маленьким даем всегда играться яблоками, либо капустой. Но они так и просто грызут ради веселья больше. Собственно, не для витаминов. У них определенные другие есть витамины. Это был определенный шарм, что мы присутствовали на репетиции, и не было музыки, и мы слышали, как вы общаетесь. И это такая милота. Допустим, есть какая-то команда, когда все встают и поднимают, и вы говорите, поднимите ручки. Ручки, да. Меня так научил в свое время обращаться с ним Мстислав Михайлович Запашин. Я всегда думала, ну, там, лапы, ауфа. Он говорит, нет, это же ручки. И с этих пор он пошел такое, что я говорю только ручки. На самом деле, они для меня, ну, это моя жизнь. Это мои дети. Вы относитесь к ним, как, да, это дети. Сыночек, я слышала. Сына, иди сюда, вот, допустим, леопард, который лежал возле меня. Он со мной нежится. Я бы сказала, не знаю, как ребенок. Я чувствовала это тепло, которое мне ждали. Ну, тепло оно очень любит. Да, мне даже хотелось побывать на этом месте. Ну, ну, что-то, но опасения какие-то есть. Ну, хорошо, что они иногда присутствуют. Да, кстати, когда вы в работе, есть ли у вас все равно, ну, вот, какая-то дистанция соблюдается ли? И, возможно, с кем-то с определенным. Есть дистанция определенная. К каждому свой подход. Кому я могу руку протянуть, кому не могу я руку протянуть, это тоже существует. Кому спереди, кому сзади. Но бывает, сам дрессировщик нарушает эту дистанцию, забываясь. Я так, как я ко всем подхожу. Иногда забываю, что, допустим, Ада не любит, когда ей руку вперед сует. А Ева любит. И можно получить, собственно, случайно. Но это ошибка дрессировщика. Ни в коем случае животное здесь не винато. Просто есть более контактное животное, а есть менее контактное животное. Ада, ну, ему же, честно говоря, надоело сидеть. Вы предлагаете нам потихонечку выходить? А вам потихонечку, я вас выведу потихонечку. Если есть какие-то еще вопросы, вы задайте, и мы пойдем. Ну, пойдемте. Ну, давайте, вы решили не задать. Ну, давайте, финальный какой-то. А финальный вопрос меня очень интересует. Я изучала, как вы сюда прибываете. Это 17 огромнейших фур. Это техника, свет, звук, костюмы. Это состав поезда. Плюс вы сами там как-то на самолетах и так далее. Как животные путешествуют из города в город? Спецфуры. То есть у нас спецфургоны, где специальные места под вольеры, под клетки, где они находятся. А, то есть там кондиционеры в летнее время, обогрев печки, три отдельных устройства, три отдельных печки, чтобы, не дай бог, там их не заморозить, не как-то... Это 20 градусов до 20? Ну, до 20. Прямо вот градусов 18, вот так вот им нормально. И сколько таких? У нас небольшая пауза. Ладно, все. Стоим надо играть. Да, давайте. Давайте не будем раздражать. Ну, вы закончите. Артистов, да? Я послушаю ответ на этот вопрос. Это нормальное состояние животных, просто они уже показывают. Вам пора и честь, ребята, знаете, вам нужно выходить. Так что вы не переживайте. Все, вы закончили? Да, да, мы закончили. Я вас вывожу. Мы просто вот с вами тырим, тырым, тырым, тырым. Немножко, да. Задо мы повернемся чуть позже вот здесь, например. Мы поворачиваемся вот с этой стороны. Все, все. Ой, это великолепно. Это вообще что-то, Наташа. Это потрясающе. Не надо. Ух ты, так близко к звездному составу я ни разу не была. Чтобы рядом и Тэфи, и Ника, и Грэмми. И кто еще у нас тут? Оскар большой. Оскар? Самый большой, это у нас Оскар. Угу. Смотри, покормите вот тут. Угу. Попробуйте наградить. Огладить можно? Да, можете погладить. Угу. Оскар, Оскар, Оскар. Красавцы какие. Она не хочет? Угу. Да. Оскар это самый большой? Да. Почему такие имена даете? А-а-а. Имена или клички? Как вот правильно? Клички. Да, ну просто я смотрю, у вас здесь более такое человеческое отношение. Ну а как по-другому-то? Если мы с ними в одной команде, мы... Я не могу их разделить между собой. То есть мы, это одна целая большая семья. Я жил с ними, я вырос их с таких маленьких. А-а, я же знаю, что у вас даже в этой обстановке, в цирковой, было пополнение. Да, конечно. Это впервые в истории цирка. У нас бизон родился. То есть мы, у нас такой формат содержания наших животных, чтобы им было комфортно. Когда если животному не комфортно, он, естественно, не будет размножаться. Где они проживают, находятся? Есть огромный вольер на улице. Зимой и летом. То есть они приносят температуру от плюс 40 до минус 50. То есть им вообще там комфортно. И они зимой вообще прыгают, играют. Они очень сильно любят снег. Когда вот во дворе цирка собирают горки снега, и когда они видят вот этот сугроб, они прям залазят на него, прыгают. Ну, мне ваш помощник предложил потрогать за рога. Но у меня интуитивно, я понимаю, что навряд ли животное вот в дикой природе бы позволило такое сделать. Это тоже специальное... Вы знаете, я бы не советовал вам трогать рога. Точно это не считается каким-то уменьшением? Угу. Дает все потрогать. Приучали, да? Да. Он может потрогать, потому что это они его знают. И не нравится, когда их трогают чужие. Я это почувствовала, по глазам увидела. Да, и не нравится, когда их трогают чужие. Они сначала обнюхивают руку. Прежде чем я беру яблоки, чтобы их подкормить, я мою руки с водой, с мылом. Положено. Да, как положено. Иди ко мне, иди ко мне. Вот он пришел. Вот он пришел. Муж, ладно, не буду тебе гладить. А что, погладьте, погладьте. Да, да. Здесь только, смотрите, аккуратнее. А как это аккуратнее? Аккуратнее, без резких движений, да. То есть, чтобы для него ничего не представляло опасности. То есть, мир сейчас для него не опасный. И он может все, что угодно сделать. Например? Например, облизнуть. Вот, вот, элементарно сейчас сзади подошел. Вот, все. Он все, что угодно может сделать, только... И он понимает, что для него здесь опасности нет. Это и для него игра. Как у нас создавались трюки, это... Мы выпускали их в Манеж. И даже вот то, что он по барьеру ходит, я не заставлял его. Это все происходит играючи. Он запрыгнул на барьер, и мне это понравилось. И я сразу закрепил. Как закрепил это яблочками, дал вкусняшку. Дал понять ему, что это хорошо. Никакого кнута, никакого... Вообще ничего такого нет. Никогда их не заставишь. Они очень обидчивые. Если он обидится, все, ничего не заставишь. А барьер? Вставай. Ну, давай, вставай, родной. Не хочешь? Я же не заставляю его. Я сейчас пытаюсь выманить его на яблочки. Давай, вставай. Естественное движение, подтянуться наверх. Конечно, это все естественно. А как его загнать больше? Оскар, на яблочко. Давай, вставай. Смотрите, такие наполированные рога и копыта. Такое чувство, как будто бы это специально подкрашено. Ну, это масло, специальное масло, да. Чтобы был эффект красоты, еще это подпитывает рога именно. То есть, как видите, у нас рога не слоятся. Они... А каким маслом? Вдруг это какое-то, знаете, вы сейчас лайфхак нам откроете. Это не секрет, это копытное масло, лошадиное. То есть, с витаминами, которые... Там есть очень много витаминов, чтобы увлажнять копыта лошадян. Помимо яблок, что у них еще в рацион? У них очень большой рацион, как бы... В день они съедают очень много овощей. Там на одного бизона уходит около порядка 15 килограмм различных овощей. Это сегла, морковка, картошка. Вот опять-таки, вот не заставляет его никто, ему это нравится. Залез и все. Подкормите его. Вот так и создавались трюки. Сейчас я обратила внимание, Рустам, вот в нашем общении вы очень улыбчивый. Но когда вы работали с вашими артистами, у вас всегда такой хмурый, напряженный взгляд. А по-другому как? Я сосредоточен, я всегда на стрёме. От них можно ожидать все, что угодно. То есть, это как-никак, ну я их вырастил, но все равно это животное. Я не могу прочитать полностью их движения, их действия. Я могу прочитать там процентов 60-70, но 30 процентов для меня все равно остается загадкой. Я еще видела, что вас сопровождает супруга, и у вас совершенно еще маленький ребенок, сын. Да, два года. Два года. Допускаете ли вы его к чему-нибудь? Допускаю, но только за вольером при присутствии, когда я рядом. Больше никак, потому что, ну все равно. Да. То есть, я для них здесь вожак, в денеке, там в большом вольере, вожак Оскар. Мы так представили ваших коллег, это артисты большие, у них очень громкие имена, клички, можно говорить. А вот мы совсем не сказали, что Рустам Газаев, это... Оскар, не наглей его, ты сейчас наглеешь, пристаешь к девочке. Потому что хвалим не того, он чувствует, мы собираемся хвалить не того. Вы обладатель наивысшей награды, это золотой клоун Монте-Карло, это международный фестиваль. Да, было такое, но это было очень-очень сложно для нас, но мы его взяли другим номером. То есть, я еще руководитель конного аттракциона Джигиты, Русь. Я даже не могу сказать словами, насколько мы были счастливы. Есть цели в жизни у человека, да, когда попасть в Монако, выиграть вот этого золотого клоуна. Просто попасть, это только процентов 5, но это выиграть, это практически невозможно. Но наша команда, королевский цирк Гии Радзе, завоевала эту награду по всему миру. Лучшие артисты собрались. Каков, скажем так, режиссер-продюсер титулованный, такие у него и артисты. Вот, ну стараться, да, ближе вот на ту, на ту руку. Вот, отлично. Вы сейчас поднимаете колечко вверх. Вот, видите, она готова. И кидайте точно так же, как кидали мальчику. А вот медведи волнительные. Ничего страшного, кидайте. Отлично. Хорошо. Кидаем дальше. Хорошо. Молодец. Молодец, это вы меня сейчас хвалили. И вам, и ей отлично все получается. Можно сказать, вторая профессия. Особенно. Ой, нет, прости меня. А вот тут мы можем сделать вот так. Ой, ты меня выручила. Лила, Лила, а теперь подходите вот сюда. Давайте вот в вашу руку. Сильно близко не подходите. И мы делаем вот так. Оп. Оп. А вот сейчас очень волнительно мне. Не переживайте, стоять спиной, да? Да. Ничего страшного. Я ее сейчас подкормлю, поэтому вы можете отходить. Пожалуйста. В принципе, вот так вот все просто и делается, да? Ничего сложного в этом нет? Просто не просто, но я смотрю, это очень активные номера. Там и танцы, и акробатика сложная, и элементы йоги я видела. У них удаются неплохо. Это какой отдых им потом необходим? А для них вот это отдых. На самом деле, вот то, что мы сейчас сделаем здесь, вы видите, она сама выпрашивает, все, что они делают, мы не делаем каких-то сверхъестественных вещей. Все эти вещи, их наоборот забавляет, им нравится, тем более они получают за это поощрение в виде там всякого печенья. Вот, у нас был вопрос с оператором, да. Там у нас целый арсенал, там и печенье. Можно показать? Да, пожалуйста. Мы его причем специально заказываем, это печенье, в каком городе? В Омске. В Томске. Потому что оно нам очень понравилось по вкусу, им в том числе. Оно не так размокает, как другое там печенье. А уже статирил. Пожалуйста. Ну, оно тут перемешку, пожалуйста, попробуйте. Вам тоже. Попробуйте, да. Вот. Им очень нравится. С ним очень удобно работать. В общем, они за свои, в общем, трюки получают поощрение, сладости и все, что им нравится. Вот такое печенье, знаете, тоже бы. И кольца поймали. И небольшие сладкоежки, да, они рады вот как раз-таки вот здесь. Для них это не работа, это отдых. И все вот это вот куролесение, это то же самое, как мы детей приводим на детские площадки, где они потом их оттуда не увезти. Вот то же самое здесь происходит. Они, когда мы их уводим, они еще рвутся на манеж. Подождите, я еще не сделал вот это, я могу еще вот это. Вот этот элемент йоги, который, я понимаю, даже мне не дается. Екатерина, вы сами-то так сможете сделать? Я, да, я бывшая акробат, поэтому, думаю, смогу. Ты же моя гибкая такая девочка. Интересно, кадр просто отсюда получается. Неожиданный ракурс. Ох, очень моя сладкая. Почему в такой позе ест? Что едят еще ваши напарники по номеру? Они всеядные, они, как люди, могут есть все, что угодно. Основной рацион, конечно, составляет это фрукты, овощи, каши, хлеб, рыба. Мясо практически не используем, только в подкормку. Вареное мясо, вот оно у нас в таком виде, тоже мы варим кусочки. Но вы видите по состоянию наших, видите, какая у них шерсть, как у них... Вот, какой-то специальный уход есть за шерстью. Главное, ну какая, есть щеточка, есть вот у нас персонал, ребята, которые за ними ухаживают. Самое главное, правильно кормить, то есть все добавки кормовые, то есть рыбий жир, какие-то костная мука, кальций, витамины. СПА-процедуры, косметология, что-то еще, мастера педикюра, маникюра, нет, как это все происходит? Нет, этого у них нет, единственное, их купают, чешут, когти мы не подстригаем, не зачем когти, свои большие, не подтачиваем. Вся красота медведя, это в их шерсти, ногтях и никаких СПА-процедурных. А купаете какое-то мыло? Нет, обычное мыло для шампуня, для собак, для животных. Сколько животных? В таких условиях живут ли они дольше, чем в природе, либо наоборот? Вообще не только медведи, большинство животных живут в зоопарках, в цирках гораздо дольше, чем в природе, потому что здесь полноценный уход, им не нужно добывать пищу, им не нужно спорить за территорию с другими хищниками. То есть любые болезни, в каждом цирке присутствует штат ветврачей, то есть постоянно отслеживаются все прививки, все процедуры, немножко давайте отойдем, а то у нас колечком сейчас. Вот, то есть полный уход, естественно, ну, от этого и продолжительность жизни почти в два раза увеличивается, вот если брать конкретно медведей. То есть в зоопарках, в цирках они живут около 35 лет, бурые медведи. Бывает такое, что животное не готово выполнять какие-то трюки или работать в определенный день? Вот голова может болеть у артиста? Вот, допустим, у них весной начинается, так скажем, период гона, гулка, да, вот у девочек. Они в этот момент бывают нервные. А нам хочется любви, но про это? Вот, да. Они бывают какие-то нервные, неуравновешенные, но мы смотрим по их состоянию, возможно, мы какой-то трюк снимем, который их нервирует. Или мы, может быть, как-то попытаемся сгладить ситуацию, мы уже настолько хорошо их знаем, мы с ними более 15 лет вместе, а в начале, в самом, они вообще, мы же их брали совсем маленькими, они с нами в одной кровати спали, то есть выкормленные соски. То есть вы домой их брали, да? Ну, в начале, конечно, когда они были, они же были совсем маленькие, вот прямо в ладошках помещались. Спасибо вам большое, это была Марьяна Гейт, программа «Смотри Хаваровск», Лил, мне кажется, вы немного волнуйтесь, потому что у меня печенье осталось с руками, может быть. Я поделиться готова. Также это были артисты российской государственной цирковой компании. Все на манеж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова